Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Жанка Англичанка. В сегодняшнем видео хочу сделать небольшой обзор автомобиля, который мы арендовали в Австралии. Где-то практически месяц, 30 дней. С небольшим там, по-моему, получилось. И это небольшая машина Hyundai i20. Так называется эта модель здесь, в Австралии. Так, вот он такой небольшой, синенького цвета. Сразу скажу, это, конечно же, не женский такой любимый цвет. Ну, не знаю, как бы не мой любимый цвет, скажем так. Синий цвет, как бы нормальный, но если бы, допустим, покупать, естественно, я бы не покупала такого цвета. Но, опять же, арендованная машина. Как бы все нормально. У меня самое главное, чтобы было легко водить, и никаких проблем во время поездок не случалось. То есть, это, как бы, самые основные моменты. И вот так она выглядит, как вы видите. Вот модель i20. Так что, может быть, она как-то по-другому у нас называется. Но, вот так она выглядит. Небольшая. Сейчас вам покажу внутри, как у нас здесь поместились чемоданчики. Посмотрите. Два больших чемодана, естественно, не поместились в багажнике, так как он небольшой. Нам пришлось опустить сиденье. И вот у нас поместились два больших чемодана, таким образом, и два компьютерных чемоданчика. Ну, а тут уже, как бы, такие маленькие сумочки можно положить. То есть, вот такая вместительность. Дальше. Немножечко. Сейчас я вам покажу внутри. Она у нас уже немножко грязная, так как мы на ней, в принципе, везде. И по джунглям, и по горам. Она выдержала все испытания. На мой взгляд, справилась очень даже неплохо. Нигде мы не застряли. Никаких проблем с этим не было. Итак, внутри у нас автомобиля все очень просто. То есть, никаких, нет там ни датчиков, парковки, да, ничего здесь нет. То есть, все очень-очень просто. Внутри у нас есть радио, сиди-проигрыватель, у нас есть кондиционер. Это, как бы, самое главное, все, что нам нужно. И автоматическая коробка передач. Я люблю автомат, поэтому это было очень здорово. Так как здесь можно, в принципе, брать два вида автомобиля. Автомат и... Не автомат. Но я люблю автомат, так как всегда концентрация на дорогу идет. Я думаю, девушки тоже меня поддержат в этом. Здесь у нас все, как бы, очень просто. Опять же, у нас нет здесь cruise control. То есть, все очень необычно, все очень простенько. Электрические стеклоподъемники. Так, что у нас здесь вверху еще тоже, как бы, ничего интересного нет. Есть зеркала, можно смотреть. Конечно, никогда водишь. Так, здесь у нас что? Так, давайте здесь посмотрим. Вот у нас есть отдел. У нас тут можно что-нибудь спрятать. Можно подзарядить телефон. Также можно слушать музыку. Здесь так есть у нас уребитель. И отделы вот у нас простые. То есть, как бы, ну, все очень просто. Вот, то есть, никаких излишеств. И сидения тоже у нас, как бы, простые, не кожаные. Но, как бы, нормальная такая машинка. Все очень простенько. Но, как говорится, никаких претензий к машине, к автомобилю нет. Вот, месяц мы на ней проездили. Здесь, в Австралии, как я уже сказала. По горам, по джунглям. Нигде нас не подвела. И по дороге хорошие мы ездили. И по дороге не особо хорошие. Там, где в джунглях, в некоторых местах и на горах дороги не было. Такой асфальтированной. То есть, как бы, там, вперемешку и камни. И, в общем, нормально. Все не подвела. Все хорошо. Никаких проблем. Ничего не могу сказать. Парковаться очень легко, опять же. Потому что машинка очень маленькая. Все очень легко. Миниатюрное. Поэтому так же проблем у меня лично не возникло. Потому что с парковками у меня всегда проблемы. Скажу честно. И, значит, так. Ну, и опять момент, как бы, не особо хороший был при разгоне. Если вы, опять же, видели у меня до этого видео отзывы. Так же, я уже не помню, какой это автомобиль. Точно так же, вот, когда нужно обгонять или быстро очень разогнаться, ускорение там какое-то, или опять, да, проскочить на желтый свет, к примеру, то она разгоняется очень долго. То есть, такого быстрого вот эффекта нет. Но это, наверное, только единственный момент. Опять же, не особо быстрый на ускорении разгон вот этот в начале. Но это, наверное, сказывается то, что, конечно же, небольшой объем двигателя, наверное, за счет этого. Но это, наверное, все. Все, что я могу, как бы, весь... То, что не нравится, да, в автомобиле. Как бы все остальное, все нормально. Все у меня устроило за все это время. Ну, все. Надеюсь, что, может быть, кому-то это было полезно. И интересно знать. Спасибо за то, что смотрели. Не забывайте подписываться. С вами Беложанка Англичанка. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok